привет всем привет всем с вами лига music wars а значит сегодня что-нибудь интересное а в итоге ребят это разбор детальный башни смерти все амулеты все оружие все алтари все награды возможные все будет видео а сейчас ребята я хотел просто показать как я и говорил еще на стрим ребята посмотрите посмотрите сколько людей дарит мне муз лайки честно будет прям видео ребята по всем кто закидывал мне муз лайки она будет очень большое все кто найдет себя в этом видео соответственно но будут или писать комментариях ну или хотя бы так ладно такое все эмоционально плюс те кто дарит мне подарки ребята по подаркам я отдельно всегда видео делаю все кто дарит подарки они остаются у меня видео у меня осталось совсем немного то есть я очень быстро подарки собираю ребята так что скоро видео и по открытию подарка будет ну а скоро у нас заканчивается первый тур то есть здесь посмотрим что у нас тому к чему приведет ну и пока я на 34 месте благодаря вам ну все давайте ребят давай к разбору давай к разбору башни смерти привет извините что так долго я собирал информацию собираю информацию по башне смерти просто так конечно не получается представьте сколько надо перебрать элементов чтобы все их вам показать ну и начнем мы конечно разбор разбор башни смерти что у меня обычно происходит на канале детальный детальный дотошный разбор не знаю нравится всем не всем но обычно можно более-менее понять представление о том что вы можете получить в этой башне как раскачиваться там допустим что надо брать ну и перейдем к основной виду части то что вы получается заходите первый раз и у вас появляется магазинчик появляется он внизу соответственно покупается все эти фишки за звезды то есть вы можете сразу взять либо их покупать по мере получается продвижение по башне смерти представлен магазинчик у нас 9 элементами ну если надо то есть можете остановить на паузу или просто зайти в башню смерти назвать магазинчик и там это все посмотреть ну для тех кто не играл или для тех кто играл никогда не нажимал на этот магазинчик ну что я могу сказать но из прикольных это вот дымовая завеса и оковы иногда очень хорошо помогает кстати если вы будете бегать по территории иногда бывает такое что на территории появляется прямо вот он из перехождение получается из одной комнаты в другую они выпадают и появляется у вас в инвентаре тратить звезды я на них не советую вам ну как сказать в конце короче видео объясню ну и давайте самого первого что вы должны сделать на первом этаже то есть первое выбрать с каким оружием то есть вы будете двигаться оружие представлено у нас соответственно ну как обычно классами такими же как у нас в игре это легкая соответственно потом она легкое оружие ближнего боя там среднее оружие тяжелое оружие выбирайте сами то есть это получается оружие ближнего боя и среднего боя соответственно дальше у нас идет среднее оружие тяжелого боя и тяжелое оружие ближнего боя в общем это прям массовые такие это как раз вот на перехват легкого оружия то есть для тех кто качает силу как раз сама то вот вам ребята вам оружие для работы ну и дистанционное оружие предоставлено у нас тремя конечно оружиями то есть соответственно как обычно простой дистанционная легкая дистанционная и тяжелая разница только ребята попадение то есть по урону соответственно смотрите сами ну и когда вы будете про обреживать урон у тяжелого оружия будет конечно увеличиваться выше самая больная тема вот если вы на первом этаже ребята не смогли найти нормальные амулеты то есть у вас потом будут такие проблемы потому что второй третий этаж нам шерстить по сундукам это нереально там все вечно всегда все пусто поэтому по максимуму на первом этаже быстро бежим в разные точки разбегаемся открываем именно ищем амулеты амулеты предоставлены у нас десятью видами очень вот такие амулетики я обычно выбираю амулеты двумя характеристики допустим вот только сила и живучесть как он дает паук но иногда смотрится обычно по самим характеристикам допустим тот же самый апперкот некоторые берут просто классно некоторые берут проклятие ходят таких как я и еще пятерик амулетов обычно мой любимый это вот получается медведь и волк два амулетика соответственно оба на пассивные умения которые позволяют тебе дольше выживать хотя тут как бы такой спорный вопрос тут надо подумать потому что иногда бывает лучше атакующего я смотрю что полет дракона некоторые берут там молниеносность берут а я тут один на защиту когда вы переходите на второй этаж ребята вы сталкиваетесь с первой фичей этой игры которая будет расположена прямо по центральной линии это алтари алтари у нас делятся на 6 вида то есть алтари улучшения то есть исцеление усиление то соответственно параметры характеристик такие красные алтари улучшает оружие или амулеты на один уровень советую здесь прокачать до четвертого уровня если он попался где-то на четвертом уровне если на втором уровне то улучшаетесь что есть алтарь исцеления соответственно стреляет 45 процентов здоровья 75 и 100 соответственно к максимальному здоровью алтарь усиления дает усиление характеристик на 10 15 и 20 процентов но это по крайней мере то что я нашел и еще алтари трех видов которые больше всего представлены на втором уровне именно алтарь выносливости бодрости ну алтарь способности кстати очень редко появляется обычно на третьем или четвертом уровне то есть на второму встретить можно но редко по таким характеристикам алтарь выносливости восстанавливает 50 процентов выносливости 75 или 100 алтарь бодрости соответственно дает ускорение восстановление самую шкалы выносливости 50 100 и 150 процентов алтарь способностей ребята увеличивает один из вас навыков на плюс 1 также советую какой-нибудь навык который плюс 4 улучшает на плюс 5 именно в этих алтарях ну это такие маленькие рекомендации по истечении всей башни если вы выжили в конце и прям очень сильно старались и вас не убили в общем если честно там я сейчас подальше еще порассказываю про это вы получаете награду 3 сундука сундуки ребят соответствует основным как у нас на подарках сделано то есть типа 99 звезд там 299 звезд и 500 звезд соответственно в них внутри будет такой же расход как и в тех же сундуках это гены то есть получается там зены шоу там никаких звезд ребята там нету ну и выпадают вот такие радости у нас это типа эксклюзивные будут пилочки которые выпадают именно из этих вот с такими параметрами ничего сказать что такое прям навороченная но еще дополнительный баф допустим представьте какие-нибудь награды на турнирах и у вас получается если кто-то съел там плюс 20 плюс 20 то есть и 20 20 еще 20 то есть у вас будет плюс 60 в отличие от тех это просто дополнительно еще конфетка в игре но а сейчас поговорим немножко о том стоит ли ребята вот смотрите не каждый попадают с первого по третье место да ну то есть что вообще дает нам башня смерти да ну то есть помимо простым игрокам допустим я занимаю никогда не занимаю такие прям призовые места прям к этому стремлюсь и причинами там я не трачусь ребят они я не трачу звезды то есть ну как многие делают и смотрите вы получаете награду вот такие вещи то есть ребят стоит ли запариваться из-за 100 торнов то есть ну который вы получите ну 160 торнов 90 торнов то есть подумайте пожалуйста стоит ли из-за этого тратиться ну тут вам решать я лично тратиться не буду на это мне рейтинг там за какие-то бусинки мне он не очень интересен ну и немножко ребята давайте кто-то уже примерно уже игрался примерно тактику понял ну основная часть которая должна быть у вас это быстрый бег первого хода то есть получается и сбор амулетов вы должны набрать хотя бы два амулета независимо от того потому что в основном энергии хватает только на открытие двух сундуков ну то есть нормально с амулетами если вы до них добрались и сразу бежит бегите к комнате одному из выходов ближе к выходу можно найти более-менее адекватные сундуки на первой сундуке старайтесь не падать соответственно вторую часть или второй элемент это оружие его можно найти как и на первом так и на втором этаже сильно не заморачивайтесь главное найти амулеты оружие можно и потом подобрать ничего страшного выбить с врага типа такого когда вы выходите на второй этаж то есть получается прежде чем выйти у вас надо чтобы было хотя бы 50 энергии 150 энергии чтобы вы могли просто тупо бежать с одной комнаты в другую чтоб на вас не напали то есть соответственно и бегите по алтарям алтарей выносливости характеристик все по максимуму все что есть проходите проходите и проходите соответственно чем больше вы бегаете по комнатам тем больше шансов к вам в инвентарь попадет какая-нибудь прикольная вещица из магазина про которую я говорил в начале видео начале видео но и небольшая такая прям вот прям ремарочка посмотрев ребята вот прям реально посмотрев видео нам на каналов получается у макса дракулы посмотрев у санька ребята то же самое скажу ребята будьте крысами если кто-то нападает на кого-то то есть получается у него там меньше жизни ходить из-за того у кого больше жизни тут неважно того то есть моральных устоев тут никаких нету четверо одного ради бога будьте четвертым не имеют значения плюс не забывайте если вы с кем-то ребята попадаетесь из своих друзей так далее кооперируйтесь вместе допустим старайтесь встретиться на втором этаже вместе и ходить уже двоем получается полторя по этим как списываться будете там в общем или и далее плюс можно сразу разослать допустим не таким с вами стоящим в комнате вместе про корпоратив если никто у вас не попался кто-нибудь обязательно с вами пойдет ну я в 2 в дужку то есть получается бить 1 всегда намного интереснее поэтому корпоратив очень интересная вещь советую тоже использовать то есть это если честно башня смерти не очень такая прям честная игра то есть тут выживает либо хитрый либо такой наглый прямо знаете так вот так что смотрите сами ой закрыла спасибо ребята за просмотр удачи вам в игре ну башня смерти из башня смерти хотя бы ребята за сто там сто двадцати торнами иногда заходите ключи все равно халявные ну и не забываем я стараюсь до вас ребята ставьте лайки к этому видео помогайте его распространять по своим группам если у кого-то есть и подписывайтесь на канал идем ребята к двум тысячам соответственно на 2000 будем дарить подарки посмотрим какой-нибудь конкурс интересненький скорее всего будет простой элементарный виде каких-нибудь комментариев лайков там репостов в общем там посмотрим по ходу дела спасибо за просмотр а